Здравствуйте, друзья! Меня зовут Богатейший Ди и огромное цунами вот-вот накроет весь криптовалютный рынок. Давай разбираться. Видео будет огромным, поэтому я оставлю тайм-коды в описании под видео, а в ответ на это прошу всего лишь поставить лайк. Для меня это будет лучшей наградой за труды, так как этот видеоролик действительно отобрал очень много времени и усилий, буквально целую неделю. Обязательно досмотри его до конца, иначе ты рискуешь стать выходной ликвидностью для крупных игроков и инфлюенсеров и упустить одну из самых больших возможностей в своей жизни. Наверняка ты слышал о четырехлетних циклах, о правосторонних циклах и левосторонних циклах. Если ты не знаешь, как они работают, то по сути ты бежишь по рынку вслепую, а значит этот цикл для тебя обречен и тебе придется пробовать снова в 2027. Традиционные четырехлетние циклы всегда были правосторонними. Это означает, что вершина цикла наступает спустя год после середины цикла. Четырехлетний цикл это один год падения, три года роста, один год падения, три года роста и так далее. Мы повторяли это снова и снова. До этого года. Об этом я снимал более подробное видео, ссылка на него будет в описании, обязательно посмотри, если не видел. В этом видео я говорил, что этот цикл стал левосторонним, а это означает два года роста и два года медвежьего рынка. Да, я знаю, что это звучит болезненно, но это сценарий, с которым мы должны считаться. Поэтому, если ты действительно хочешь изменить свою жизнь, тебе нужно серьезно к этому отнестись, так как без этого в этом цикле будет сложно ориентироваться. В настоящее время мы прошли 40-50% этого цикла и уже совсем скоро наступит биткоин-халвинг. Теперь я хочу, чтобы ты был готов к некоторой волатильности, поскольку мы приближаемся к этому событию. Есть еще три больших момента, кроме халвинга, за которыми нам нужно следить. И первый, сохранятся ли потоки в биткоин-етфы? Ведь если они начнут замедляться, это будет невеселым сигналом для биткоина. Потому что все это ралли в биткоине фактически было вызвано потоками в спотовые биткоины-етфы, как пишет Grayscale. И я писал об этом в Телеграме, ссылка на него будет в описании. BlackRock накопил 254,4 тысячи биткоинов. При этом Grayscale, наоборот, продал практически половину своих биткоинов, около 300 тысяч. А до халвинга осталось всего лишь 10 торговых дней. Как это все связано? Если тенденция продаж GPTC сохранится, за это время они продадут еще 61 тысячу монет на 4,2 миллиарда долларов. При этом в день халвинга у них все еще останется 290 тысяч биткоинов для продажи на рынке. После халвинга им понадобится всего лишь 96 дней или же 66 торговых сессий, чтобы баланс GPTC полностью обнулился и продавать станет нечего. С текущей тенденцией это случится до 5 июля 2024 года. Вот что следует отметить. Объемы торгов с потовыми биткоин-етфами побили все рекорды. Даже золотой ETF спустя 60 дней после запуска не показывал таких результатов. Но эта информация несколько манипулятивна, ведь большая часть этого объема это просто продажи от GPTC, которые являются прямой передачей биткоинов из рук Грейскейла в руки Блэк Рока. И немного в другие. Исходя из этого, похоже, что как только продажи GPTC сократятся, приток в остальные спотовые биткоины ETF должен замедлиться. На это намекает и вот этот график. Спотовый биткоин-етф от Arki Invest впервые пережил самый большой дневной отток среди всех спотовых биткоин-етфов, за исключением Грейскейла. Из этого ETF вывели 88 миллионов долларов. Итого, постоянные просадки цены биткоина и его стагнация – это всего лишь заранее спланированная мошенническая манипуляция рынком со стороны Блэк Рока и GBTC. Возможно, и остальных компаний, которые запустили свои спотовые ETF. Однако, я советую наблюдать за потоками ETF, так как корреляция между ними и ценой биткоина просто удивительная. Цена биткоина росла, когда росли потоки, и цена биткоина падала, когда эти потоки тоже падали. Второй момент. Учтено ли событие халвинга в цене биткоина? Если мы повторяем цикл 2016 года, то мы должны были достичь локального пика и несколько месяцев топтаться вокруг него, для того, чтобы продолжить ралли к концу года в сентябре или в октябре. Если это так, то для меня это наоборот отлично, так как у меня есть время купить то, что я хочу, а накопить хочется много, особенно альткоинов. Я понимаю, ты устал ждать, тебе больно, как и многим альткоинам, которые за последнюю неделю потеряли 10, 20, 30% стоимости. Но если ты хочешь разбогатеть на криптовалюте, тебе придется пройти через эту временную боль. Кстати говоря, в 2016 году, во время халвинга, цена биткоина потеряла 30% стоимости. Меня не пугает эта коррекция, но если она беспокоит тебя, то скорее всего ты буквально вложил все свои сбережения в криптовалюту, чего делать абсолютно не стоит. На бычьем рынке к падениям следует относиться как к золотым возможностям. Лично я не против снижения еще глубже. Для меня это шанс пополнить портфель некоторыми качественными для меня монетами. Я понимаю, после такого взлета перейти в небольшую стагнацию уже страшно. Легко начать сомневаться во всем. А вдруг это пик? А вдруг альткоины продолжат падать? А вдруг биткоин обвалится до 40 тысяч долларов? В ответах на эти вопросы у меня нет уверенности. Но зато я уверен в том, что каждый крупный провал это возможность для накопления. Сколько раз мы получаем эти крупные откаты, особенно перед халвингом? Я предупреждал об этом множество раз. Бычий рынок наполнен коррекциями на 40, 30, 23% и так далее. И иногда даже 72% бывает. Посмотри на этот график. Это график доминирования тезера USDT, крупнейшего стейблкоина на рынке. И если сравнить его с движением цены биткоина, ты заметишь, что рост доминирования тезера равно падение цены биткоина. И наоборот, падение доминирования тезера равно рост цены биткоина. Сейчас доминирование тезера коснулось самой главной линии поддержки, которая длится не менее 6 лет. В прошлые разы мы уже видели такие касания, после чего доминирование тезера взлетало в космос. Если это случится на этот раз, и доминирование тезера отскочит от этой линии, то коррекция продолжится. Поэтому следи за этим индикатором. Кроме этого, сейчас я покажу тебе кое-что очень-очень интересное. Я называю это циклом 6-7 свеч. Всем интересно, что произойдет с биткоином через 2 недели во время халвинга. Посмотри на это. Приближаясь к новому халвингу, мы уже нарисовали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 месячных зеленых свечей подряд. Давай расшифруем это скрытое сообщение, которое нам несут эти свечи. Итак, это месячный график биткоина. Белый штрих пунктир обозначает халвинг в 2012, 2016, 2020 и 2024. Каждый из этих халвингов рисует одни и те же паттерны, которые повторяются снова и снова. Посмотри, когда мы достигаем пика очередного цикла, начинается медвежий рынок. С течением времени он формирует бычий флаг с поддержкой внизу и сопротивлением сверху. Вместе они составляют параллельный нисходящий канал, в котором цена множество раз касается как сопротивления, так и поддержки. Следующий пик цикла наступил вот здесь, после которого начался медвежий рынок, который сформировал этот флаг. Параллельный нисходящий канал из линии поддержки внизу и линии сопротивления сверху. Цена демонстрировала множество касаний, как поддержки, так и сопротивления. Следующий пик наступил здесь, и мы видим ту же картину. Медвежий рынок формирует нисходящий канал, в котором цена постоянно тычется в поддержку и отталкивается от сопротивления. И вот самый свежий недавний цикл. Цена биткоина достигла пика, начал сам медвежий рынок, сформировался этот флаг, параллельный нисходящий канал из линии поддержки внизу и линии сопротивления сверху. И цена демонстрирует огромное количество касаний как той, так и этой линии. Это только первый паттерн. Второй повторяется каждый биткоин цикл, когда цена вырывается из этого флага. А вырывается она с помощью Golden Cross, золотого креста. Если на дневном графике мы добавим 50 и 200-дневную средние скользящие, то золотой крест образовывается тогда, когда 50-дневная пересекает 200-дневную и улетает вверх, увеличивая разрыв между этими скользящими. Это обозначает большой сдвиг импульса рынка в сторону бычьего. Итак, многолетний медвежий рынок заканчивается этим золотым крестом. После начинается бычий импульс. Мы видели это в 2012 году, в 2016, в 2020 и в 2024. Если точнее, то в 2023. Никакой разницы. Мы видим завершение медвежьего рынка с образованием золотого креста на графике. Далее мы видим третий повторяющийся паттерн. Это первая фаза булрана, которая фактически является накоплением около дна рынка. Затем вторая фаза булрана, которая строится, используя первую в качестве поддержки. Это происходило в каждом цикле. Здесь, здесь, здесь и даже здесь. И, кстати говоря, сейчас мы выходим из второй фазы булрана. Вернемся в наш цикл. Достижение пика прошлого цикла. Формирование флага. Золотой крест. Первая фаза. И вторая фаза. Все то же самое. Но есть то, чего биткоин не делал 12 лет. Это 7 зеленых свечей подряд перед халвингом. И это случалось лишь дважды за всю историю биткоина. В самом начале биткоина в 2010 году вот эти 7 зеленых свечей. Вот эти две особенно смешные. После седьмой зеленой свечи мы видим красную с большой длинной тенью. Но это была бычья свеча. Об этом говорит как раз таки длинная тень. Свидетельство о большом покупательном давлении на этих уровнях. Однако падение тогда составило 66%. В следующий раз биткоин напечатал 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 месячных зеленых свечей подряд до халвинга в 2012 году. Что случилось после седьмой свечи? Рынок упал приблизительно на 40%. Итак, первый раз после 7 зеленых свечей 66% падения. Во второй раз 40%. С 2012 года биткоин больше никогда не рисовал 7 зеленых свечей подряд на месячном графике. Он дважды рисовал 6. И только в 2024 случилось то, чего не происходило 12 лет. А именно 7 зеленых свечей подряд до халвинга на месячном графике биткоина. 2012 и 2014. И там и там 7 зеленых свечей до халвинга. Это ключевой момент. В 2012 году мы видели 7 зеленых свечей до халвинга. Затем одну месячную красную свечу вот здесь на минус 40%. И после этого, после халвинга мы видели 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 зеленых месячных свечей. После этих 6 месяцев роста биткоин упал на 70%. Вот что случается после 6 или 7 красивых зеленых месяцев и когда рынок перегрет. А мы видим перегретость рынка на этом индикаторе RSI. RSI достигает таких пиковых значений крайне редко. Всего лишь раз, два, три, четыре, пять, шесть раз в истории. А падение после этого составляет не 10%, не 15%, а 40%, 66%, 72% и 55%. Это весьма большое падение, которое становится сюрпризом для многих и которое все боятся покупать. Почему же после этого происходит так называемый blow of top, то есть свеча бога? Посмотри какая огромная на фоне всех остальных. Потому что все те, кто побоялся купить на этой коррекции в 70%, начинают активно выкупать пики цены, чтобы успеть на этот поезд. Так они провоцируют резкое и вертикальное ускорение цены, но в конце их жестко и беспощадно бреют большим продолжительным медвежьим рынком. Сейчас, как ты видишь, RSI подбирается к этой зоне максимальной перепроданности в истории биткоина. Но вот что интересно, глобально RSI находится в нисходящем канале, как ты видишь. Каждый пик находится ниже предыдущего. Смотри, этот пик ниже вот этого, а этот пик ниже вот этого. Логично, что следующий пик вот здесь будет ниже вот этого. А это значит, что пик цены биткоина будет достигнут тогда, когда этот зеленый график достигнет вот этой белой линии сопротивления. Вот здесь будет пик цены биткоина. Но обрати внимание и на линию поддержки внизу. Мы видим, что каждый минимум ниже предыдущего. Этот минимум ниже вот этого. Этот минимум ниже вот этого. Логично предположить, что и следующий минимум вот здесь будет ниже вот этого. Достижение этой линии поддержки внизу означает, что биткоин будет максимально перепродан. Такой уровень перепроданности бывает крайне редко. За всю историю мы видели только раз, два, три, четыре случая. Но это самые идеальные точки покупки. К сожалению, большинство людей продаст именно здесь. К сожалению, для них, но не для нас. Надеюсь, те, кто смотрит это видео, так не сделают. Что происходило, когда биткоин рисовал 7 или 6 зеленых свечей подряд до халвинга? Это приводило к коррекциям цены в 66%, 40%, 72% и 35%. Это остается фактом. Кстати говоря, вот эта коррекция вот здесь, которая всех испугала, всего лишь минус 9%. Можем ли мы и следующую, восьмую свечу нарисовать большой, зеленой и сочной? Конечно, можем. Но такого никогда не происходило раньше. Ни одного раза за всю историю. Мы рисовали 6 или 7 зеленых свечей до халвинга подряд. Поэтому не удивляйся, если мы увидим коррекцию цены на 40 или 55%. Но знаешь, что хорошо? То, что после этого нас ожидает самая взрывная фаза биткоина. Она была здесь. Она была здесь. И она будет здесь. Поэтому, если мы и увидим большую коррекцию, это не значит, что бычьему рынку конец. Наоборот, это большая возможность купить. Некоторые люди в телеграме пишут, как я могу публиковать два поста, в одном из которых биткоин выглядит по-бычьи, а в другом по-медвежьи. Разница в таймфреймах. На недельном графике биткоин может демонстрировать признаки приближающейся коррекции. Но на годовом он выглядит настолько бычьи, что медвежьими настроениями тут даже не пахнет. Итак, биткоин готовится выйти из этого синего прямоугольника и перейти в финальную взрывную фазу рынка. Но и альткоины тоже готовы себя показать. Я считаю, что они до сих пор себя не показали. То, что мы видели на рынке альткоинов, это просто тестовый памп. Рост портфеля вдвое за 4 месяца – это не настоящий булран. Настоящий булран – это когда твой баланс за несколько дней вырастает в 5, 10, 15 раз. Смотри, мы увидели падение доминирования биткоина на 7%. И уже это вызвало рост альткоинов на 168%. Но на самом деле ты заработаешь колоссальное состояние, которое изменит твою жизнь. Тогда, когда доминирование биткоина рухнет не на 7%, а на 20, 30, 40%. Например, в 2021 году доминирование биткоина обвалилось на 39%. И это обычно происходит в конце цикла. Поэтому будь терпеливым. Не давай вытряхнуть себя из рынка этим BlackRock'ом и Grayscale'ом, как большинство вот этих людей. На взлете альткоинов вот здесь. Они зашли в рынок, купили монеты. И как только альткоины упали на 20%, они зафиксировали убытки и ушли из рынка. Так делать не нужно. Но вот немного данных про биткоин и альткоины, которые указывают, что эта коррекция – это не конец. Начнем с биткоина. Притоки стейблкоинов явно растут. Это очевидно. Чем больше стабильных монет приходит на рынок, тем больше ликвидности на рынке, что позволяет использовать больше капитала для торговли и инвестиций. Это, конечно, очень важно, чтобы на рынке было достаточно ликвидности. Особенно с учетом всех этих новых запусков. Их так много, что даже этого количества ликвидности может не хватить. Но, конечно, если посмотреть на график, он находится явно в лучшем положении, чем в 2023 году. Это видно также и по заблокированной стоимости в DeFi, которая растет благодаря недавним трендам. Росту объемов торгов на DEX, рынках IOU, которые очень удобны в использовании и обеспечивают дополнительную ценность для криптопроектов и для их пользователей. Далее, оттоки биткоинов с бирж. Отток может свидетельствовать о нескольких вещах. Уверенность инвесторов, так как их доверие к биткоину растет. Также это говорит о том, что они предпочитают именно держать биткоин, а не продавать его. Именно по этим причинам Грейскейл утверждает, что в настоящее время мы находимся на середине бычьего рынка. Не в начале и не в конце. Чистые нереализованные прибыли и убытки биткоина. На мой взгляд, это дает четкое представление о том, в какой стадии цикла мы находимся. Этот коэффициент увеличивается, когда инвесторы, купившие биткоин по более низкой стоимости, держат его, несмотря на рост цены. Сейчас он находится на уровне 60%. Исторический пик находится выше 70%. От 70 до 80. Иногда мы достигали даже 90 вот здесь. Как только этот коэффициент поднимается выше 70% и тем более 80, люди начинают фиксировать свои прибыли. Вот о чем это нам говорит. Вторая метрика, которую я хочу выделить, это реализованная стоимость на рынке. Или же MVRVZ-скор. Этот индикатор в настоящее время находится на уровне 3 баллов. Что гораздо ниже пика прошлого цикла, который был чутка выше 7. И позапрошлого, который достигал всех 9 баллов. Это говорит о том, что в этом цикле есть еще куда расти. В предыдущих циклах можно заметить, что этот показатель демонстрировал стремительные пики вблизи пиков цены биткоина. Вот здесь так было, вот здесь так было, вот здесь так было. В этом цикле мы еще не достигли таких высот. Когда ты увидишь, что этот индикатор агрессивно растет вверх и достигает отметок выше 7, это может быть сигналом. Очевидно, не стоит использовать метрики по отдельности. Нужно ориентироваться на комбинацию метрик. Вот еще одна метрика. Индекс CBBI. Это то, на что Grayscale также обращает внимание в своем отчете. Здесь видно, что мы еще не достигли красно-бордового графика. Где эта метрика составляет от 90 до 100 пунктов. Мы все еще на уровне около 70-80 пунктов вот здесь. А это означает, что мы находимся на оранжевой территории графика. Что еще не является концом булрана. Если посмотреть на другие циклы, когда они входили в оранжевую зону, мы видим, что они некоторое время еще росли после этого. Хотя во время роста и наблюдались серьезные коррекции. Вот, например, вот это. Однако очевидно, что лучшее время купить было вот здесь, когда эта метрика находилась на своем дне. Так что сказать, что все еще рано, уже нельзя. Однако еще и не поздно. Мы перешли из желтого в оранжевый. Обычно, когда мы это делаем, у нас есть еще как минимум 6 месяцев бычьего ценового движения с крупными коррекциями по пути. Ты можешь видеть это, например, вот здесь, в 2017 году. Большие просадки, одна и вторая. То же самое мы видели и в 2021 году. Вот здесь была большая просадка. Таким образом, эти просадки были необходимы для того, чтобы вытрясти слабые руки из рынка. Чтобы вытрясти из рынка чрезмерное кредитное плечо. Чтобы дать рынку остыть. Чтобы перегретые индикаторы охладели. Нельзя же вечно стрелять из пулемета. Однажды он раскалится до красна. Поисковые запросы криптов Google, хоть и растут, но до сих пор остаются низкими по сравнению с 2021 и 2020 годом. Это говорит о том, что объем розничной торговли еще не полностью восстановился. И по большей части интерес розницы подстегивается сейчас мемкоинами. Посмотри на эту диаграмму. Самый сильный нарратив в этом году это именно мемкоины. Доходность 420%. Именно поэтому я считаю, что не так много новых людей приходит в криптовалюту прямо сейчас. Большая часть активности спровоцирована старыми инвесторами и трейдерами, которые ушли с рынка еще на прошлом цикле. И только начинают возвращаться, увидев такие движения на рынке. Поэтому на рынке сейчас не так уж и много именно новых людей. Хотя, конечно, и они тоже есть. Кстати, напиши в комментариях, если ты новичок. Очевидно, что повышение цены привлечет еще больше людей. Что весьма грустно, ведь они будут покупать на пиках цен, становясь выходной ликвидностью для олдфагов. Вот почему я говорю, что криптовалюта это рефлексивный класс активов. Но я думаю, что помимо высоких цен нам нужно также больше приложений, которые захотят использовать розничные пользователи. Вот почему я так оптимистично отношусь к таким вещам, как криптоигры или искусственный интеллект. Потому что я искренне верю, что благодаря этому люди, которые не занимаются криптовалютами, но заинтересованы в том же гейминге, может привлечь в криптовалютный мир больше людей. В любом случае, на этой диаграмме еще есть куда расти. А это говорит нам о том, что мы все еще не достигли пика. И, наконец, предпоследний индикатор – коэффициент реализованной капитализации HODL волн для тех владельцев биткоинов, которые держат монеты 3 месяца и меньше. Он составляет 44%. Если история повторится, этот показатель должен быть ближе к 70%, чтобы мы начали говорить о том, что биткоин достиг окончательного пика этого цикла. Однако сейчас он составляет 44%, а не больше 70%. К чему приводят глубокие коррекции цены биткоина? К снижению этого показателя, к тому, что этот индикатор остывает. Если он остынет хотя бы до 35%, это будет очень здорово, ведь это оздоровило бы и удлинило бы этот бычий рынок. И последний индикатор – P-cycle top. Наверняка ты часто о нем слышал. Здесь мы видим, что никакого пересечения еще нет, поэтому нам есть еще куда расти. Теперь быстро про альткоины. Альткоины отстают от биткоина. Биткоин уже преодолел предыдущий исторический пик, но альткоины нет. Отстают они где-то в два раза. Они выросли на 168%, а биткоин – на 333%. Доминирование биткоина сейчас высокое. Это означает, что на данный момент биткоин превосходит альткоины. Но есть золотое правило – когда доминирование биткоина высокое, пора возвращаться в альткоины. Когда доминирование биткоина низкое, пора инвестировать в биткоин. Обрати внимание, что исторически доминирование биткоина имеет тенденцию падать тогда, когда биткоин пробивает старый исторический пик. Когда доминирование биткоина падает, альткоины превосходят его по доходности. Также мы видим, что доминирование биткоина подошло к историческому уровню сопротивления, которого мы касались лишь дважды в прошлом, и третий раз мы коснулись прямо сейчас. В прошлом эта линия отмечала пики доминирования биткоина, к которым мы потом никогда больше не возвращались. Если доминирование биткоина сейчас упадет, то наступит альткоин. Сезон, как это было в прошлые два раза. Интерес розничных инвесторов к альткоинам тоже растет. Посмотри на это. Сейчас, правда, после обновления, как ты помнишь, этот график несколько упал, но тем не менее мы не видели интереса розницы к криптовалюте приблизительно с ноября 2021 года. Так что то, что сейчас розница начинает возвращаться в криптовалюту, и она смотрит на альткоины, а не на дорогой для нее биткоин, это очень хорошо. Надеюсь, ты помнишь эту диаграмму, путь к альткоин-сезону. И сейчас мы на грани перехода от биткоина к эфириуму. Почему? Потому что об этом говорит вот этот график. Эфириум против биткоина, который достиг нижней границы тренда нисходящего клина. Если мы оттолкнемся от него вверх, и тем более, если мы пробьем вот эту линию сопротивления, закрепимся выше нее, то эфир будет взрываться, а альткоины вслед за ним. И самое интересное, что в прошлом это уже было. В 2017 году мы коснулись нижней границы, вернулись выше, преодолели эту линию сопротивления, закрепились выше нее и улетели в небеса. Соответственно, в то время мы увидели огромный альткоин-сезон. В начале видео я сказал, что мы прошли около 40% этого цикла, но даже сейчас я не считаю, что уже поздно, так как самые большие деньги делаются на финальных 10% цикла. И это исходит из недавнего отчета Грейскейла, в котором они пишут, что покупать уже не рано, но и еще не поздно. По их мнению, мы находимся на середине этого цикла. Но есть огромная разница между этим циклом и другими. Она заключается в том, что мы уже достигли предыдущего исторического пика, до Халвинга. Я видел, как некоторые люди говорили, что это не имеет значения, что мы все еще следуем четырехлетнему циклу, но я всегда принимаю во внимание психологию инвестора, потому что все эти графики на самом деле являются ее отражением. Так что просто подумай, что окажет большее влияние на сознание инвестора со стороны. Халвинг биткоина, который большинство людей даже не понимает, или биткоин на новых исторических пиках. Естественно, второй вариант. Люди, не связанные с крипторынком, начинают покупать криптовалюту тогда, когда она шумит, а шумит она тогда, когда добивается новых исторических пиков. Наверняка ты это стал замечать. Например, вот такой портфель. Если ты задавался вопросом, почему такие монеты, как биткоин кэш или буков мимс, до сих пор удерживают пользователей, это все из-за новичков, которые скачивают приложения бирж и покупают то, что видят на главном экране. Ведь это так безопасно. Я видел это в новостях. Иногда новички покупают такие монеты, как ICP, потому что видят, что он когда-то стоил 800 баксов, а теперь какие-то жалкие 20. Если я его сейчас куплю, то, скорее всего, после вот этого восстановления я получу миллиарды долларов. Одна из самых мощных вещей, которые ты можешь сделать как инвестор, это подумать о том, о чем думает толпа прямо сейчас, а затем предположить, о чем она подумает в будущем. Нельзя отрицать, что здесь уже есть рост количества розничных инвесторов, так как биткоин торгуется у исторических пиков. Но этот рост розницы, это еще не проблема. Это станет проблемой только тогда, когда эта розница начнет зарабатывать очень много денег и захочет зафиксировать эти прибыли. Вот, например, цена биткоина по сравнению с поисковым словом Coinbase в Google, когда розничные инвесторы максимально ищут Coinbase в Google, цена биткоина достигает исторического пика. Но посмотри еще раз на эту картинку. Видишь ли ты пик по запросам Coinbase? Его там еще нет. Это значит, что пика рынка еще не было. Нам есть куда расти. Но когда ты увидишь нечто подобное, вот это и будет красный флаг. И если кому-то не хочется фиксировать прибыль на пике цикла, чтобы затем не переживать вот этот длительный кровавый медвежий рынок, что ж, я уважаю твое желание. Пройти медвежий рынок в монетах дорогого стоит. Но я хочу на росте накапливать кэш, для того, чтобы потом на этом падении и вот этой зоне накопления накапливать монеты. Здесь стоит уточнить красным текстом. Я никогда не продам биткоин полностью. А вот про альткоины этого сказать не могу. И да, будет новый цикл. Еще один цикл. Несмотря на то, что многие говорят, что это уже последний цикл. Отнюдь нет. Я слышал это. Каждый новый цикл. На данный момент криптовалютный рынок разделен на два лагеря. Любители мемкоинов и второй лагерь вроде КСА и крипто, которые их ненавидят. Причина, по которой это происходит, заключается в том, что доминирование биткоина растет. Что приводит к тому, что альткоины, особенно по отношению к биткоину, истекают кровью. Поэтому все внимание сосредоточено на мемкоинах, которые на этом фоне умудряются давать 5-10 иксов. Вот почему в одном из последних видео я советовал обратить свое внимание на мемкоины. Особенно на мемкоины на блокчейне Бейс. И это до сих пор актуально. Посмотри, как растет его экосистема. Не без помощи Эфириума и Соланы, кстати говоря. А теперь я дам тебе руководство, как заработать на любом горячем тренде этого цикла. Слушай внимательно. Это один из самых важных навыков, который тебе очень поможет в будущем. Итак, один из самых больших трендов этого цикла – это спотовый биткоин ETF. Посмотри на этот график. Он отображает силу альткоинов экосистемы биткоина BRC20 по сравнению с остальными альткоинами. Если этот график растет, значит альткоины из экосистемы биткоина превосходят остальные. И наоборот. Синяя линия – это дата принятия спотовых биткоин ETF. А зеленые линии – это время, когда цена биткоина начала расти. И мы видим, что они начали накачивать цену BRC20 за 40 дней до самого события. Затем альткоины BRC20 достигли локального пика за 3 недели до события. В течение 3 месяцев после этого они истекали кровью. Монеты экосистемы биткоина падали. Некоторые из них упали аж на 70%. Именно поэтому сейчас я настроен оптимистично по отношению к BRC20 токенам. Например, недавно я купил Memcoin на базе блокчейна, который называется Mice. И тебе рекомендую присмотреться именно к экосистеме BRC20. Теперь давай перейдем к этому графику. Это сила монет, связанных с искусственным интеллектом по отношению к остальным монетам. 20 марта произошла конференция, посвященная искусственному интеллекту и организованная главным двигателем этого тренда – NVIDIA. И мы видим, что ИИ-монеты начали расти примерно за 30-40 дней до этого события. И достигли своего пика за 10 дней до него. Вот ключевые уроки, которые мы должны понимать о трендах. Тренды и нарративы не являются непобедимыми. Во время их сезона все думают, что они никогда больше не упадут. Во время сезона искусственного интеллекта люди говорят о том, что нужно вкладывать 100% депозитов в токены. И ИИ они будут расти и расти. Каждый раз происходит одно и то же, когда люди уговаривают себя, что нарративы будут расти вечно. Так что не слушай их, думай самостоятельно, а я постараюсь держать тебя в курсе новостей и событий. Далее, тебе стоит быть раньше остальных на 30-40 дней до события. Последние 3-4 дня перед событием тебе уже нельзя покупать эти монеты. Но самое интересное, что как раз таки за 3-4 дня до события о нем начинают говорить все – инфлюенсеры, блогеры и ютуберы. Ты должен продавать на агрессивных пампах примерно за 10-20 дней до фактической даты события. Помнишь, например, конференцию SNL, где Илон Маск говорил о доге Коэне в 2021-м? Тоже очень яркий пример тренда прошлого цикла, когда цена доги накачивалась за 40 дней до события, а затем за пару дней до него сильно обвалилась. То, что я только что показал тебе на примере двух самых больших трендов этого цикла и одного из самых ярких нарративов прошлого цикла, в целом является одним из самых ценных уроков, которые можно было бы извлечь из видео о криптовалюте. Потому что ты не заработаешь деньги, покупая вещи, которые уже привлекли внимание, о которых уже говорят все на ютубе. Ты зарабатываешь, покупая вещи, которые имеют низкий потенциал или вещи, которые люди недооценивают и часто даже недолюбливают. Мне особенно запомнилось, как мы нашли такие монеты, как OnDo, Render, Maple около 4 месяцев назад. И многим людям эти монеты тогда не понравились. Теперь они выросли минимум в 3 раза с тех пор. Зато огромное количество людей, буквально сотни тысяч и даже миллионы покупают монеты искусственного интеллекта тогда, когда их графики выглядят вот так. А весь ютуб говорит о них. Остановись и подумай, что ты делаешь. Ведь спустя всего несколько дней ты потеряешь половину своих денег, 60%. Я использую эту просадку альткоинов как шанс купить больше монет. Я очень методично подхожу к тому, как именно я выбираю кандидатов. И я ищу подобные графики, чтобы набирать позиции на коррекциях 78-88 по Fibonacci. Но конкретно сейчас я сосредоточился на одном конкретном нарративе. И это Bitcoin Halving. Я думаю, что каждый должен отложить часть депозита на то, чтобы торговать именно нарративы. Имея в виду, что торговля на нарративах это краткосрочная игра, которая требует от тебя обязательной фиксации прибыли. Иначе ты рискуешь просидеть в очень больших коррекциях и очень долго. Вот почему я выделяю 10% от свободных долларов для игры на нарративах. Ближайший такой это Bitcoin Halving. И как ни странно, я считаю, что от него выиграет Ethereum. Да, если ты посмотришь на дневной график биткоина, он выглядит крайне неприятно. Ты можешь увидеть, как последовательно мы начинаем ломать эту линию тренда, эту линию поддержки, которая служит поддержкой на всем бычьем рынке. А сейчас мы провалились ниже нее, и вот этот ретест оказался неудачным. Однако на старшем таймфрейме все еще сохраняется бычий тренд. Это значит, что мы должны дать себе небольшую отдышку и постепенно накапливать средства на случай, если в ближайшие месяцы мы получим много красных дней на рынке. В прошлом цикле Bitcoin топтался вокруг Halving около 5 месяцев, прежде чем мы увидели движение с мертвой точки. Поэтому я готов к тому, что от нескольких недель до нескольких месяцев этот рынок будет ничего не делать. И чтобы управлять своими эмоциями, я распределяю свои оставшиеся деньги очень медленно, чтобы иметь возможность воспользоваться преимуществами и оставаться активным на скучном кровавом рынке. Управление своими эмоциями это 80% твоего успеха в криптовалюте. Только так мы сможем прожить все падения, чтобы дождаться огромного цунами, которое уже приближается для эфириума и альткоинов. Менее чем через 2 месяца произойдет событие, которое способно вызвать самое большое ралли эфириума и альткоинов, которое когда-либо видела криптовалюта. Как тебе такое заявление? Это будет больше, чем одобрение спотовых биткоин ETF-ов и больше, чем предстоящий халвинг. И это событие произойдет менее, чем через 2 месяца в конце мая. Итак, для начала давай поговорим об экосистеме эфириума, о том, как она выглядит сейчас и почему она готова к масштабному росту. Сравни биткоин и эфириум. Биткоин уже преодолел предыдущий исторический пик, чего не сделал эфириум. Если эфириум сделает то же самое, то он вырастет на 36% до 4854 долларов. Так что эфириуму есть куда расти. И если он в этом бычьем рынке после того, как преодолеет предыдущий исторический пик, вырастет вдвое, то его цена может достигнуть даже 10 тысяч долларов. Теперь давай быстро углубимся в анчейн аналитику. Уникальные адреса эфириума. Сетевой эффект эфира выглядит невероятно сильным. Каждый год десятки миллионов людей присоединяются к эфиру и нет никаких признаков замедления. Экосистема становится все сильнее и сильнее. И она только что достигла 250 миллионов уникальных адресов. Эфириум по-прежнему привлекает больше всего разработчиков. Это 80% разработчиков. 2400 разработчиков. Что в три раза больше, чем у второго по количеству разработчиков блокчейна Polkadot. Нужно уточнить, что разработчики полигона Арбитрума, Оптимизма, это тоже разработчики эфириума. Так что эфир в этом плане без сомнений доминирует. Теперь, когда речь заходит об экосистемах второго уровня на эфире, мы видим, что они быстро впитывают в себя заблокированную стоимость. L2 также масштабируется и становится дешевле в плане комиссии, особенно после обновления ДНК. В будущем это сделает сам эфир супербыстрым и супердешевым. Заблокированная стоимость эфириумных L2 превысила 40 миллиардов долларов и самые быстрые темпы роста 83% показывает блокчейн Бейс. Решение второго уровня от Коинбейс. Что касается DeFi, эфириум до сих пор контролирует большую часть сегмента, как ты видишь вот на этой диаграмме. Учитывая решение второго уровня, кроме первого места эфир также контролирует пятое место, шестое место, восьмое место, девятое место и десятое место в топе. Таким образом, создание альтернативной децентрализованной финансовой системы происходит на эфириуме. Это анчейн факты. Валидаторы и стейкеры в эфириуме. Картина рисует путь только вверх. В сети появляется все больше и больше валидаторов, что делает эфир все децентрализованнее и все большее количество людей блокирует свои эфиры в стейкинге, делая его предложение дефицитнее. Кстати, насчет предложения. Предложение биткоина сейчас растет на 1,6% в год, но рост предложения эфириума отрицательный, минус 0,8% в год. То есть эфиров даже становится меньше. Все это говорит о том, что будущее эфира выглядит оптимистично, его ждет шок предложения, дефицит предложения. При росте спроса это математически заточено на взрыв цены. Однако у эфира есть то, чем не может похвастаться ни один альткоин на рынке. Что же это такое? Это поддержка самого успешного и крупного финансового института в мире. Это BlackRock с капиталом более 10 триллионов долларов. Ларри Финг, генеральный директор компании, явно является поклонником эфира. Недавно он запустил фонд токенизации активов на блокчейне эфириума, но это не самое главное. Самое главное это заявка на запуск спотового эфириум ETF. И такие заявки есть не только от BlackRock, но и, например, от Fidelity и многих других, которые уже запустили спотовые биткоины ETF. И если спотовые ETF для эфира одобрят, это вызовет крупнейшее ралли эфира и альткоинов в истории. SEC не может откладывать рассмотрение этих заявок, что она и делает. Но окончательный дедлайн, когда SEC должна сказать спотовому эфириум ETF да или нет, наступает 23 мая 2024 года. Осталось менее двух месяцев, и это одна из крупнейших дат в 2024 году для криптовалютного рынка, кроме одобрения спотовых биткоин ETF и халвинга биткоина. Но для меня эта дата 23 мая даже важнее, чем биткоин ETF и даже биткоин халвинг. Почему? Потому что эфир это ворота ко всем остальным альткоинам. Если эфириум ETF будет одобрен, это означает, что и другие альткоины смогут рассчитывать на свои собственные ETF-ы. Chainlink ETF, Solana ETF, XRP ETF. Рынок альткоинов взлетит до небес. Ты даже не представляешь, что нас может ждать. Так что большие ожесточенные дебаты идут прямо сейчас. Это вопрос о том, будет ли этот эфириум ETF одобрен или нет. Нет. Взгляни на это. Это все циклы биткоина, которые когда-либо были. Мы находимся в том, который здесь отображается красным графиком. Вот где мы находимся в текущем цикле. Вот здесь. А вот где находится халвинг. Ты можешь видеть, что перед халвингом, во время халвинга и после халвинга в прошлых циклах было неспокойно. В этом цикле мы упали, затем опять упали, в этом цикле мы упали прямо в день халвинга, упали после него и еще немножко болтались в боковике, пока не оклемались. Турбулентность длится несколько месяцев. Есть падение и есть коррекция. Такие вот неспокойные дни вокруг халвинга. Дедлайн принятия спотового эфириум ETF наступает приблизительно вот здесь. Это самый переломный момент всего цикла, как ты видишь. Ведь как раз перед вот этими взлетами цен находится дедлайн принятия решения по одобрению спотового эфириум ETF. Как тебе такое совпадение? Если его действительно одобрят, вот эти взлеты покажутся детской сказочкой на фоне того взлета, который нас ожидает. К сожалению, совсем небольшое количество людей понимает, насколько важным будет этот дедлайн. Он станет одним из крупнейших событий криптовалютного рынка в этом году. Даже больше халвинга, ведь после халвинга цены на рынке все равно еще падают, как ты видишь, вот, например, в этом цикле. Это Пол Гревал. Он является главным юристом Coinbase, однако он занимал пост вице-президента в Фейсбуке, а также был мировым судьем США. Так что это человек, в который знает, о чем говорит, ведь он работал в этой системе. Вот что он сказал недавно в Твиттере. Пора выдохнуть от потока дезинформации про эфир. Пока мы ждем решения по биржевым продуктам для эфириума. Итак, давай поговорим о некоторых основных фактах об эфире. Миллионы американцев владеют эфиром. Он играет важную роль в криптоэкономике с 2015 года. И эфир – это товар, а не ценная бумага. Сек придерживается этой позиции уже много лет. Итак, высокопоставленные чиновники Сек заявляли, что эфир не является ценной бумагой. Об этом говорил и директор по корпоративным финансам Хинман. До того, как стать председателем Сек Гарри Гэнслер сам свидетельствовал перед Конгрессом, что эфир не является ценной бумагой. И даже совсем недавно судебные юристы Сек продолжали сравнивать эфир с биткоином. Напомню, биткоин они тоже считают товаром. Фьючерсные контракты на эфириум начали торговаться на регулируемых CFTC фьючерсных биржах в 2021. Тест Хоуи не определяет статус эфира. И как мы уже объясняли в ходе других разбирательств, цифровые активы, такие как эфир, которые не связаны с текущими договорными обязательствами, не являются инвест-контрактами или иными формами ценных бумаг. У Сек нет веских причин отказывать заявкам на запуск спотовых эфириум ETF-ов. И еще одна горячая новость. Против Кукоина подан судебный иск, который многих напугал. Но вот что интересно. В ходе первого разбирательства CFTC комиссия по торговле товарными фьючерсами назвала эфириум товаром. Кроме этого, Ларри Финг говорит, что даже если эфир признают ценной бумагой, они все равно попытаются запустить спотовый ETF для эфира. Так что дело набирает обороты, давление нарастает, и самое большое криптовалютное ралли может наступить уже в конце мая 2024-го. Приближается событие, которое способно дать крупнейшее ралли эфириуму и альткоинам, которые мы когда-либо видели. Возможное принятие спотового эфириум ETF-а 23 мая может стать огромным толчком не только для эфира, но и для его производных, оптимизм, арбитром, полигон и так далее. Однако это также означает, что и другие альткоины, такие как Solana, Cardano, XRP могут быть следующими. Это буквально открывает двери для всего рынка альткоинов. Но сейчас мой скептический склад ума говорит, что у нас есть только 30% вероятность того, что СЕК одобрит эфириум ETF в конце мая, и 70% вероятность того, что СЕК отклонит эту заявку. К сожалению, Гэри Гэнслер, глава СЕК, не очень дружелюбен к криптовалютам. Если он откажет, это не станет концом света. Возможно, рынок отреагирует 20% падением на этом фоне. Но мы вернемся к тому, что у нас есть, когда ни один альткоин не получит ETF. Однако, если его одобрят для эфириума, это может привести к целому цунами заявок на открытие спотовых ETF-ов и для других альткоинов, например, для Соланы или Чейнлинка. Поэтому, если у тебя нет эфира, но есть другие альткоины, ты должен сейчас болеть за эфир, как никогда раньше. Ведь это самое важное событие для тебя в этом году. Меня зовут Богатейший Ди. Если видео было полезным или интересным, не забудь поставить лайк, а также подписаться на канал. Здесь мы каждый день, ну, регулярно говорим о криптовалюте. Увидимся в новых видео. До скорой. Субтитры сделал DimaTorzok